Девушки отдыхают 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 всех и вся. Но рисковать, я думаю, не стоит. И проверять, есть ли у них артизи. Тут решили на верочку сыграть, максимально быстро до нее добежать и истребить ее. И что я хочу отметить, можно пройтись по банам, потому что баны у нас просто шикарные. Если первые два бана, они закономерны, это Эмбер и Волк, то третий и четвертый бан, это Спектра и Аутваур Дваур. То есть таких банов, наверное, мы не видим вообще нигде во второй стадии, кроме как для этой команде. Да, похоже на то. Посмотрим, что же все-таки будут брать дальше ребята из Orange, продолжат ли они свою агрессию, хотя сейчас давать какую-то попятную уже поздно, мне кажется. Что у них? Offlaking Tower, Shadow Shaman, Stankings Support и Slark Farming. То есть осталось взять какого-то мидера, агрессивного мидера. Кто бы это мог быть? Кстати, вот агрессивный мидер, давай. Ну, был один из самых агрессивных мидеров, это был пак. То есть паку у нас уже забрали. То есть нужен товарищ, которому не нужна XPA и огромные нюки. То есть помимо паку у нас есть еще такой товарищ, как бисмастер, который тоже дает прокаст и ему ничего не надо. Вот и он хорошо работает в комбинации с сэншент аппаратом. Был же еще хороший нюкс, который также блестяще работает и с нагой по всей карте, и с аппаратом, но и его забанили. И в итоге нужен любой экшен-мейкер. То есть сейчас мы... Ну вот, а Orange, смотри, может квапу какую-нибудь туда им засунуть? Квапа, это как лейт. Она не инициатор, потому что с инициацией проблемы нужно, в общем, все, что дает стан. Вообще любой... Не-не, я говорю как раз про Orange, во-первых, вот эти Сларки, Шадоу Шаманы и так далее. Может быть, кип туда квапу засунуть? Ну, про Orange вполне возможно. Вообще, смотря на пик на Гигабайт Минески, я бы взял Шторма, потому что Шторм как раз, его остановить вообще нечего. Четыре героя тупо ничего ему не делают. То есть вообще ничего. Не, ну что, Шадоу Шаман кидает, мол, в табление тот самый небезызвестный Хекс. А нет, я говорю для Orange. То есть Orange самый крутой это Шторм Спирид, потому что сейчас... Ну там ловить нечем, да. Там Рейс Кинг со своим станом и все. Да, и у нас, ты был прав, это Акаша. То есть взяли тоже они Блинкера, который способен бегать и наказывать. И его тоже очень тяжело останавливать. Ну и теперь для Гигабайт Минески нужна инициация. То есть Шторм Спирид вообще никак не подходит. Нужно вспоминать героев, какие там Dragon Knight не входят из-за лыта. То есть у Гигабайт Минески его слишком много. И нужно зайти на Dota2.com и быстро вспомнить, какие вообще герои есть в этой игре. Да, ну потому что иногда там забывают, да, знаешь, годы, все дела там. Старенькие уже становишься, да, да, да. Пришел к комментатору, так, все, что у нас станет станет. Панда! Панда, вот, кстати, я думаю, считаю, что она входит на самом деле от души. То есть видели мы с тобой, как панды залетают в пики. Показывают они себя довольно достойно. И вот помимо панды есть еще всякие кунки, которые могут присутствовать на центре. Есть у нас Магнусы, Тайтхантеры. То есть все, что вот идет вперед и дают стан и говорят, Нага, давай, убивай их, пока я впитываю для тебя. То есть вот так это работает комбайн. Ну, я не знаю, а может быть какой-то Элдер Титан в мире? Или Виндранер, то есть. Тут на самом деле выбор просто огромный. У Минески сейчас вот реально выбор для гейммейкера, потому что в первую очередь нужно защитить свой тавер. Пока его нечем. Нужен тот, кто еще вдобавоку стреляет издалека. То есть это не очень тяжелая, легкая задача. И тут на самом деле выбор. О, Дарксир. Вот это уже интересно. Это получается, что у нас будет не Нага в миде, потому что... Точнее не Дарксир в миде, а то, что Нага идет на центр, но Дарксир будет таким, знаешь, уже под ломбо-комбо. Очень рисковый пик у Минески. Но с другой стороны, если вдруг получится-то выйти в какой-то суперлейт, у них шансы весьма неплохие. Я бы даже сказал, очень хорошие. Да, я бы добавил, что абсолютно так, потому что здесь слишком много ДПС для всех героев. Стенка Дарксира, Мирананага на кэри, все это под пассивкой аппарата, под пассивкой в Рейс Кинга, и все это настреливает тебя издалека, замедляя. Учитывая, что у Оранжи уже три милишника, то в Рейс Кинг здесь будет неостановим. Ну вот и посмотрим, насколько получится у Оранжи реализовать вот их нереально мощный early и mid game, потому что если они его провалят, дальше можно вообще, в принципе, не играть. Дальше воевать, по сути, нечем. Потому что Нага, она уйдет в свой вот этот глубокий фарм, и делай с ней, что хочешь. Ну, здесь я согласен. Здесь главная задача для Оранжи дать фрифарм для своего Сларка. Если Сларк получает левел и отожирается до кондиции, когда он способен убить один в один любого, то он будет неостановим, потому что, как мы и говорили, цеплять его нечем вообще. То есть все станы, которые в него летят издалека, сетки и прочее, он нажимает на одну волшебную кнопочку и все, он неизим. А при этом часть героев довольно тонкие. Вот та же Нага с Родиансом, даже когда он у нее будет, она слаба. Да, вот сейчас у нас Джей жалуется на настройки, что-то у нее не так произошло. Ну, давайте посмотрим, кто у нас играет на ком. Команда Минески. Джесси Ваш, наш Джесси, играет на Dark City. Джи на Ancient of Paris, пусть будет год. Серега, видимо, поехал туда куда-то в Сингапур, решил покатать. ASXC на Patme у нас играет. Дальше у нас забегает в... Самым первым O1 на Race King. И Джей играет на Нага Сирени. Какие у них ники хорошие. Но Orange, Winter, King Tower, Slark, S-H-O-O-C-X-S на Сларке, Язера на Акаше, Insidious на Санкинге и Шарки на Shadow Shaman. Тот самый Шарки, который... Не доехал до интернета, что ли? Да, ну, который в свое время блестяще выступал на ВДЦ 2010, где он боролся с нами за третье место. Да и вообще, когда мы следили за этим игроком, он показывал себя очень достойно. Так, Роман, небольшая пума. А, все нашел. Так, все работает. Хорошо, значит, у нас идет агрессивный выпад, потому что на ранней стадии герои слишком сильный Dark Seer под щитком Naga, огромное количество армора и тащи... Вообще, посмотри, Dark Seer 5 армора, Naga 6 армора. У них на двоих 11 армора. Теперь посмотри на армор команды Orange. Ну, у них в сумме столько. У них в сумме меньше армора, чем у этих двоих, то есть... Кстати, да, есть такой показатель. Но это, в принципе, та причина, по которой Naga в свое время тоже могли в соло отправить сложную. Она там стояла, терпела, потому что она покупала Purman Shield. И вот бежит этот танк, у которого 6 брони, у нее и так по сокращению дэмиджа 26%, плюс еще Purman Shield там съедал 20 урона. И все. Ее стоит, бьет какой-то там Disruptor или Rubik. И ей вообще было почти плевать. Ну, это был... В те времена это был first pick на International. Благодаря вот за счет такой гипермобильности, что как бы вроде бы и Support, но одновременно еще и Carry и все остальное, она бегала и натворила буквально на карте чудеса. Ну да, может все, скажем так. И пошла жара. Квапа против Naga у нас в миде. И вот трипла. Трипла. Шарки. Инсайдиус и Кентавр, которые в Винтер, сейчас возможно попробуют убить Дарксира. Главный вопрос. Есть ли у Дарксира вижн? Это для команды Orange главный вопрос. В принципе, они сейчас, если все правильно сделают, они должны его убивать. Выходит Инсайдиус. Попадает Дарксир в зону рейнджа. И скорее всего будут убивать сейчас DS. Если все таймингово сделают, а делают все таймингово. И это минус Дарксир First Blood. Отличное исполнение от Orange. Ну, Дарксир у нас загулял. Что еще сказать? Когда вы стоите на легкой и вы не видите героя никого, вы видите, что сверху никто не прессует, в центре никого нет. Самое эффективное это просто выйти и посмотреть буквально там, ну потерять один-два крипа, и ты будешь видеть, что же происходит у тебя. То есть, если ребята рядом, ты найдешь их в лесу. Вдвоем они тебя никогда не заберут. Ну, а Кентавр не успеет прийти. Но, по итогу, сыграно отлично. Теперь нестандартная ситуация. То, что у нас, получается, какие-то дикие дабл-лейны. Это Акаша, Сэн Кинг в миде и Old School Shadow Shaman Кентавр против Дарксира, который, честно говоря, ложил на обоих в этой игре. Ну, а сверху у нас Сларк, который решил стать в соло против агрессивного трипл-а, но он пока не имеет ничего. Ну, и вряд ли что-то заимеется такой-то триплой, потому что первый его выход сразу будет жестоко караться. У него, конечно, есть дарк пакт, и он там будет избегать стараться всяких станчиков, но можно и встрять. Можно реально очень сильно встрять. У нас Клопа, тем временем, забирает руну инвиза, возвращается на центр. Там Нага. Нага битая. Нага битая, но это такой герой, который с абузом Ботла может стать вечным. То есть, если ее прессует, она может пушить лайн-иллюзиями и драться с ними очень тяжело, потому что монокул очень низкий. То есть, посмотри на этот, ну, на этот джейс. У Акаши там 110-120 маны, у Наги стоит дрип-90. Врыв на центр, выходит Сэн Кинг. Очень больно Сэн Кингу. Ну и смотри, вот они четыре тычки дали. И она на развороте решила еще подратить. Собственно говоря, вот она бронюшка-то, силушка богатырская. Ну и в Рейс Кинг, оставшись ни с чем, возвращается на свою линию на топ. Тем временем у Сларка появилась возможность небольшая пофармить. Он забирает уже целых шесть крипочков, учитывая то, что он до этого вообще в глаза никого не видел. Весьма неплохая ачивочка. Ну и вот Сларка залетает уже под Челлингтачем. Плюс 50. Сильный, очень сильный дабл лайн. То есть Сларка, ну как мы знаем, его забрать очень тяжело. И самое главное, что ты можешь сделать, это его спамить. Спамить нюками, спилами и остальным. Ну и аппарат, у него пассивка, это, наверное, самый мощный спил на ранней стадии. В результате, вот сейчас у нас Мирана получает преимущество, и как только она получит для себя какие-нибудь фейсбуцы, то она добьет всех крипов у Сларка в один на один. То есть Сларк пока у нас линию сильно проигрывает. В то время как Дарксир, он бегает в лесу, и почему-то он не пулит. Вот интересно, почему. Потому что бегает Раста, Шадо Шаман один, да? Шадо Шаман одиночка хп, у Дарксира пять хп, у Дарксира есть щит. Но иди, иди, ты как мужчина, уже покажи свой характер, потому что не гоже бегать второго левела по своему лесу. Соберись, тряпка. Но Кентавра оставили вот на фрифарме, Кентавр сейчас спокойно вывезет там свои даггеры, транквилы, что там ему еще необходимо, и начнет активно действовать, я уверен. И вообще у Орэнджа, как мы говорили, весьма активный пик, который нужно реализовывать. В принципе, с таким посасывающим Сларком будет сложно что-либо сделать, но ладно. Ему хотя бы левел набрать, чтобы способности более-менее сильные были. Да, вообще я хочу добавить то, что необычная вот такая ситуация, то что Сларк терпит. То есть у вас есть Кентавр Сларк, все что вы можете сделать, это свапнуть их местами. То есть будет тот же Сларк снизу, который будет набирать якобы фри-эксп и все остальное, и Кентавр терпеть сверху, потому что Кентавру, как мы знаем, много не надо. Но по итогу вот у нас решили сделать другой поворот. А, ну и вот опять Исера подходит в мидл, хочет закинуть нож в спину Нага Сирени, и бегает рядышком опять же Сэнд Кинг. Сэнд Кинг пока только второго уровня, и Смоук. Смоук от Орэнджей. Ну надо бы уже, наверное, выходить. Там засада на Кентавра внизу, и засада пока не особо удачная, потому что аппарат вот только-только-только подходит. И я бы сказал, потому что у нас Кентавр, наверное, лавел имеет как вот три героя вместе взятых, потому что Кентавр пятый, а у нас товарищи вторые. И Нюки у них очень слабый. То есть если они, по-моему, даже на него нападут втроем, то будет очень тяжело, и при этом у нас выход в ответ. Смотри, они живут Кентавра. Да-да-да, вот сейчас увидел здесь Энжен Топоришина, его сразу же находят и моментально должны наказать. Есть мнение, да, Double Edge. Darkseer посмотрел на то, как аппарата разорвали на куски. Брейскинг тоже на все это дело разорел, и дай-ка я дальше там в кустике постою. Ребят, ну вы там, думаю, как-то без меня пока разберетесь. Да, я тут пока еще немножечко позанимаюсь своими вещами. Ну, а Сларк продолжает теперь уже добивать крипов. У него уже 13 крипов добито, не слишком много. Ну, под мат с Фейзами она уже нормально его харассит, и приходится ему по кулдауну там кусики кушать. И пока у нас такая небольшая затишье, немножко расскажу про команду Минески. То есть Минески это у нас олдскулы, последнее их выступление такое яркое было, это на Первом Интернешнле, после чего они канули в небытие вообще не пойми куда, и пропали на долгое время. Ну и вот тогда они всегда эффективно играли по схеме 4 плюс 1, то есть это были связки с 4 мощнейших нюкер, там какая-то Пугна, Шейкер, Сенкинг, вот все, что убьет аппарат. Футоцентр, у нас нога уходит спокойно, забирает дальше файт. И какой-нибудь супер керри, который убивает всех. Ну, в данном случае это по идее, по-моему, вот Иисус. Возможно, он играет сейчас на ноги Сирене, кто его знает. И вот в таком ключе они играли очень хорошо, убивали многие топовые команды, такие как IG, где были Жоу, Чуань, то есть их Иисус там 1 на 5 месил и не чувствовал по игре. Ну а сейчас видно, что у них пик не совсем стандартный, то есть огромное количество керри, какие-то врыскинги наги, все это в одном пике, и пока Оранжа смотрится, честно говоря, поувереннее, потому что нюков очень много. Тут у нас выход на Мирану, Мирану уходит. А тем временем снизу посмотри аппарат, шестая минута, он третий левел, он без сапога, и я вообще не знаю теперь даже куда ему идти, потому что сверху опасно, ну в центре нага ты ничего не возьмешь, ну а снизу патрулировать, да. Да, и действительно вот этот аппарат выглядит пока что крайне беспомощно, сейчас Сенткинг хорошо себе лвлок поднял, уже третий с половиной, причем брать внимание, это не терпо Сенткинг фармящий, да, он не вкачал пески в 2 и не пошел убивать криточков в лесу, он вкачал подкоп в двоечку, и сейчас я так понимаю решил отправиться дальше повоевать. И он сделал абсолютно правильно, потому что у него на каждой линии есть помощник, у него сверху Сларк, у него в центре Акаши снизу Кентавр, любого кого он копнет, то твоя команда его сразу убьет, это отличительная черта, потому что если бы у вас были какие-то пассивные ребята, то это бы не работало, но здесь все очень здорово, то есть вот пик команды Оранжи я очень нравится, так четко-четко. Так, ну и вот у нас сейчас очередной нож залетает, нага не выйдет. Кстати, ты посмотри какая она жесткая, да, то есть тут уже видно, что Акаша со своим замахшенным даггером, ну, с даггером двоечку, она абсолютно бесполезна. Вот, кстати, то, о чем я говорил, посылают все иллюзии, ты быстро убиваешь крипов, и потом ты еще идешь и фармишь ими леса, в итоге ты фармишь больше, чем Акаша. Единственное, вот у нас эта нага почему-то, она сливает свои иллюзии, хотя могла спокойно вот пойти вот сюда и еще убить этих волков. Так что надо что-то ей там в себе поменять, а то... Реплейчики посмотреть. Ну да, или там нашу аналитику послушать, кто его знает. Да, так, ну что у нас здесь? Здесь у нас Дарксир, который только что приобрел себе Сауринг, отправляется он на топ дальше дефать. Ну все, Сларку дали свободу, на него, я думаю, можно пока не обращать внимание, и Сларк догнал по крипам ту же, например, Нага Сирену, вот так вот. Да, причем он это сделал довольно быстро, на самом деле, то есть где-то он тут, то ли Нага у нас заслакал, то ли Сларк где-то кучи терял на время, потому что, ну буквально вот 5-4 минуты он к крипам вообще не подходил. Да, вот только-только дали слабину ребята из Менески, так сразу же Сларк этим воспользовался и правильно делает. В свою очередь, Кентавр, 1800 золота. И восьмой левел. Посмотри, если мы посмотрим на левела Менески, да, то у них, допустим, в Рейс Кинг аппарат вообще 3-х левелов, то есть он очень скоро может прыгать 1-3 и реально убивать их за проказ. Ну вот, да, тут посмотри, три восьмых уровня уже у команды Orange, это Кентавр, Сларк и Квапа, которые, по сути, стояли Соло на своих линиях. Суппорты им особо не мешали, да и суппорты там уже 5-й, 4-й. А у Менески два третьих уровня суппорты, дальше 5-й Дарк Сир, седьмая Патма, и вот единственный восьмой уровень это Нага Сирена. Я могу объяснить, почему, смотрю вот за аппаратом, почему третий, посмотрю, аппарат сделал пул. Отборный 4-й International, самый простой пул, аппарат сделал пул на одного хрипа. А, ну, в итоге они вдвоем даже не смогли залупить эту нычку, и у них дальше этот экшн происходит там у нас. Татьяна, Татьяна, я вас не слышу. Татьяна, у нас запуск на космодроме, протон упал, очередной. И что происходит дальше? Сейчас у нас, ну, происходит игра, опять какая-то непонятная движуха, стоят три героя, вот посмотрите, просто стоят на месте. Которые, по идее, должны ходить бить людей. Ну, или хотя бы крипов, ну, бить хоть что-то. Они стоят, и, видимо, втроем тут на троих набирают Экспоумираны. И Оранжи, глядя на это, у нас Санкинг в итоге забирает лес, сверху у нас Шадо Шаман стоит в позиции, не давая подходить к Дарксиру, и в итоге Экспоумиран остается все выше и выше. Десятая минута, пять тысяч... Мари, аппарат снова делает пул, посмотри на это, посмотри, аппарат сделал пул, ну, ладно, в этот раз он запылил двух крипов, то есть уже прогрессирует. Да, уже лучше. В следующий раз будет трое. Все нормально. Ну, ребят, это уж, конечно, вот вы сейчас сами все видите, что происходит, пока у нас Оранжи доминируют потому что, ну, аппарат это герой, который должен получить быстро шестой левел, то есть пока он не шестой, он фактически бесполезен в игре, да, потому что... А если вы там только не бегаете с каким-нибудь визаджем, да, под, там, чилинг-тачем, не нарезаете всех, кто шевелится, то, в принципе, да, он без шестого уровня не особо ее забил. Да, и ваша задача его быстро набирать, но тут мы видим, что аппаратом, он делает какие-то хитрые отводики по одному крипу, заставляя подумать противника, что никого нет, или там хрен знает... Фейк отвод, да? Да, и в итоге выход на низ. У нас Сенкинг блинкдаггер, а Кентавр тоже блинкдаггер, и сейчас, по-моему, будет удивление для аппарата, где они вообще набрали. Это называется курьез в таком случае, да, и удивление пока что было для Патмы. Патма реально не ожидала, что сейчас появится три человека из ниоткуда и просто вывернут ее мехом внутрь. Так, немножко проспайкивает DotaTV, но вроде бы все нормально. Да, и теперь можно спокойно идти в лес и в лесу, по-моему, просто собирать грибы, то есть грибы у нас тут такие хорошие, аппарат 560 хп, это на проказ Кентавра и в Рейскинг, которые, мягко говоря, фактически на проказ Кентавра. Выиграны все три линии. Акаша стоит в центре, снизу стоит Кентавр, забирает все, сверху уже Сларк, которого не убить таким пиком вообще никак, потому что огромное количество лэдгейма у нас. И теперь у меня такое ощущение, что оранжи они не оставимы. Полный контроль в их руках. Да, действительно, тотальное доминирование на всех фронтах. Вот Санкинг постоял, подумал, говорит, ну а пойду я пофармлю чужие леса песочками, действительно, почему бы и нет, все равно они мне черта не сделают. У него тут бегает Винтер девятого уровня, с даггером, клакой, транквилами, который сейчас действительно может влетать, чуть ли не в самый центр драки и при этом убивать всех и все. А Минески, понимая это, уходят наверх. Идут они за верхнюю руну и смотрят на Акашу. Акаша есть блин, также подходит Дорфир, дают стан в Акашу и отличная стрела залетает. Это минус Акаша. Вот, это уже нормально. Дает у нас ответ. Ну тут, а Квапа на самом деле заигралась слишком долго. Квапа вот эта мантила вокруг руны, там манку регенила себе и на регенила по факту. А Шадо Шаман в это время на топе лицом зря не торговал, забирает вышечку. Да, у нас такое интересное зрящее. Вообще, знаешь, вот такие ситуации больше всего интересно смотреть за рискингом и аппаратом. Почему? Потому что, когда ты смотришь на Кентавр и Санкинга, то тут понятно, они пойдут и будут кого-то искать. Но вот интересно, что будут делать вот эти ребята, потому что сейчас на самом деле у них ситуация критическая и им нужно делать свой ход. Как в шахматах, знаешь, белые сделали свой ход, а черные, они ждут вот свой поворот. Вот нас Кентавр ждет здесь вот в засаде, еще одна белая фигура прыгает на Мирану. Ну, отличная реакция от Мирана, и он уходит. Ну, там, походу, вот сжалась очеча у потмы, как только на нее прыгнул Кентавр, потому что там такой АПМ овер 9000 был. Действительно, сидел, походу, вот с пальцем на липе, знал, что сейчас, как только Кентавр ворвется, если действительно пропустит этот момент, то отправится в таверну моментально. тут Мирана бегает по своему лесу, и я наверняка тоже была удивлена, она вроде бы восьмая кэри с легкой линией, которая стояла и фармила 13 мета, а тут бегает суппорт синкинг тоже восьмого левела и с блинком, который, если что, ей стало объяснить. Ну, это из-за разряда да, мы сегодня с тобой играли, у меня такая же была примерно ситуация, когда выходил я на суппорт Дизрапторе с левелом такой же, как и у мидера у команды противника, то есть тут обычно противник в такой ситуации у него возникают некоторые вопросы закономерные, мол, а почему это так? И сейчас, я думаю, подобные вопросы должны возникать у команды Минески, мол, какого черта? Да, у них вопросов сейчас возникает очень много, на тему того, как выжить, играет на Мирану, дает у нее проказ, подходит Акаша, дает скрин и умирает у нас Мирана. Да, и можно забирать вышку в миде, драться просто не чем у Минески, вот в чем дело, там любой замес, сразу влетает Сенткинг и решает все вопросы. Ну и Кентавра, естественно, тоже. У Кентавра уже худ почти готов, ему 300 золота не хватает до готового худа. Я вот, знаешь, завершил свою мысль по поводу фигур, вот пока на карте такое ощущение, у нас происходит переход, открывается Нага, ищет у нас Сенткинга, и нужно бежать, мой хороший друг, уходи, уходи, бежать. Замечательно. Так вот, такое ощущение, так снизу у нас забрали драться, что Минески вообще, знаешь, где-то 10 ходов вообще не ходили, то есть, просто ушли курить АФК, да, и потом пришли, а тут уже герои бегают по шестым, шестые. И в итоге у нас опыта в минуту, сейчас интересно посмотреть. Аппарат, аппарат догоняет, я не знаю, какого-то парня с американских вал, у него 96 XP в минуту, 96 XP в минуту. В минуту, да, то есть, ему нужно там 6 минут, грубо говоря, там, чтобы уровень получить, да, там, 5-6 минут. Ну, скажем так, он в минуту присутствует при убийстве двух крипов, то есть, это на самом деле надо постараться, и это, это вообще не торт, потому что у нас разница в лавах огромная, и за этой разницы драться нельзя, потому что нюки у нас у Оранжа бьют почти, фактически в два раза больнее, им нужно убегать, хайтить, разводить, как угодно. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что так действительно и есть, потому что квапу тоже неспроста взяли, для того, чтобы вот добить уже окончательно, там, и изначально был Шадоу Шаман, Сэн Кинг, Сларк, Кентавр, у которых, вроде как, касты неплохие, и квапа это был вот такой, знаешь, гвоздь в гроб команды Меневски, мол, ребят, мы давайте выдадим вам там, 2-3 тысячи ДПСа, ну, магического урона за драку, а вы попробуйте это как-то пережить, да, ну, наберете хорошие ловла, соберете хорошие артефакты, ну, плохо нам тогда будет, а не наберете, извините, ребятки. Да, по поводу квапы я сейчас хочу добавить, что у нее будет очень хороший прокаст под комбинацию, то есть у нас есть иллюзии Наги, иллюзии Дарксира, это фактически две единственные вещи, которые способны наносить драки дэмэдж, и одним криком, где-то вот до тараски Наги Сирени, она все это будет убивать, ну, а Нага без иллюзии, она вообще ничего не сможет сделать, и в итоге нужно ждать и молиться на нашу малышку. Пока у нас Минески молится под своим тавером и ставит свечку в это время Оранжа забирают Рошана, видно, что им мольбы не нужны, они просто идут и берут свое, ну, и тут пока очень четкое и уверенное доминирование, то есть мне вообще нравится азиатские отборочные, да, как-то вот мы там что-то говорили, азиатские, азиазия там долгие игры там могут быть по 50-60 минут, тут мы смотрим уже вторая игра, фактически 20-ая минута, ребята уже... Ну, посмотрим. Главное, не, нам-то все понятно, главное, додавят ли Оранжу, потому что бывают у нас такие команды, которые вроде, да ладно, мы там давим все отлично, идут на 35 минут фармить, а потом, о, как это так у Наги 6 слотов появилось, откуда она их взяла, чертяга? Да, я даже добавлю, что, знаешь, такое бывает, когда у нас, о, у нас преимущество там 30 тысяч, потом, о, у нас преимущество там 40 тысяч, 50, 60, 80, а потом у всех, короче, там по 6 слотов, у вас там, пусть даже 100 тысяч преимущества. Да, 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 и у врага тоже уже по 6 слотов, то есть, это из-за разряда, когда вражеский керри, ну, допустим, да, там любой керри набирает быстро свои хорошие артефакты, и потом там одна, вторая, третья драка, он вроде и не проигрывает эту драку, но и строения на базе у противника стоят, и он-то, деньги у него копятся, он там может БКБ себе обновить 50 раз, но от этого он сильнее особо не станет, а враг-то его потихоньку догоняет, и вот такие ситуации случаются довольно часто в нынешней дотке, где любят команды, там, позатягивать время, и за счет этого проигрывают зачастую. И Оранжи у нас понимают, что в этом случае затягивать нельзя, нужно идти и давить, и они игнорируют верхний тавер, понимая, что нужно мочить мид, поскольку прокаст у нас у Минесски не такой жесткий, но ты посмотри, аппарат кинул свой ульт, и они просто убегают от центрального тавера, который можно было убивать, и бегут наверх пацанов искать. В итоге пацаны у нас бегут. Блестящий даст находит у нас Дарксира, бьют. Помощь, 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 почти! На месте телепорта пули свистят, там, гранаты взрываются. Сейчас у Сларка вся жизнь перед глазами прошла. Да, 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 я с тобой действительно еле-еле в живой улетел, и вот он уже видел, как на него прыгает эта чикатило с ножом, там, квапаривает, бедолага. Ну и вот теперь, знаешь, мы в адекатности оранжей можно немножко сомневаться, потому что оранжи потратили два вульта, не вошло. Единственное, что они сделали, то потратили свое время, но все-таки центральные товары не сдавили. То есть, вот об этом мы и говорили, да, что свое преимущество нужно реализовать грамотно, но пока у нас ребята любят за киллами побегать. Нага юзает слип, идет за Сларком, очень интересное юзание сна, днем, прям, видишь лоб рога. Да, 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 и беспалево абсолютно так подходит в кавычках. Поет, то есть, не понравилось Сларку и пение, и Сларк у нас спокойно ушел. Огромное преимущество, просто дичащее преимущество, 19 минут уже 10 тысяч экспы и 75 тысяч экспы и 10 тысяч голды, и у нас осталось буквально два тавра. У Наги почти радианс, есть уже рецепт, осталось пять тысяч, и вот теперь есть такой лучик с просвета для для Минески. Потому что аппарат, несмотря на то, что у нас только-только шестого левла, Райскинг у нас бегает до сих пор пятого, больше ты мой. Слушай, я такого давно не видел, чтоб на пятой минуте было все настолько жалко. Да, двадцать первая минута, действительно, без шестого уровня, не, но сейчас-то он его получит, пойдет, какого-нибудь маленького кентавра там, заберет. Но ты представь, какая-то боль, когда ты шестой левел, на двадцатой минуте, и у тебя кулдаун двести шестьдесят секунд. По-моему, на этом месте, в этот момент хочется рыдать на Врейскинге, вот от такого. И ты посмотри, Мирана тоже порыдала, она оставила вообще Врейскинга аппарат вдвоем. Ребята, у вас и так жизнь тяжелая, мол. А Врейскинг, смотри, он упорно не хотел получить. Они просто ушли оба и не получили вообще никто ИСП. Они, по-моему, считают. Врейскинг успел, нормально, охватился, я шестой, все окей. Я вспоминаю сразу же Абадона пятого уровня, там, на восемнадцатой минуте, который тоже забегает, щит, койл, и умер. Все, то есть, обычно он хотя бы два раза успевает сделать щит, койл, а тут он вот-вот просто забежал, сразу отъехал, и с ним случается, как обычно, курьез, как мы это любим называть, с Годхантом. Вот тут очередная вышка у нас отъезжает, остается последний Кир 2 Таур на ботоме. Дарксир у нас, кстати, принял оранж позицию, только он ее принял и просто сделал ТП-аут на равном месте. Смотри, какой читерный вард стоит. Ух ты, это, знаешь, напоминает мне варды вид джазика, потому что когда он, тут нас пока, потом продолжим, нападает на Тауэр, на центре, у нас на Хомикон, вырывается Ким Тауэр, по проказу аппарата, очень больно аппарату, гонится дальше у нас за Дарксиром, или кто-то там, да, Дарксир очень больно врывается, у нас все, все умирают. Подходит, нападает на Шадоу Шамана, она должна тут всех поубивать по плану, да, и аппарат попадает ультой неплохо. Ну что ж, отбились здесь очень качественно ребята из Менески, и вот первые тревожные звоночки для команды Орэндж. Да, Нага у нас заснула, заснула, но здесь должна уйти спокойно, потому что каст, каст блинка... Опа! И не так уж и спокойно, а-та-та-та-та. Очень хорошее описание того, что только что произошло. Сларк тоже понимает, что против Наги ему воевать сейчас достаточно проблематично, Хороший размен. Очень хороший, реально очень хороший, вот, ну, лучше наверное не придумать. Вышку не потеряли, всех поубивали, Нага получает еще полторы тысячи себе в копилочку, ребята получили хорошо экспы, там уже почти восьмой аппарат, он за последние секунд тридцать получил опыта больше, чем за двадцать минут игры предыдущих. Так что норм. Да, ну и в такой момент, когда я смотрю на команду Орндж, мне уже тоже хочется начать писать свою книгу, только не на тему ренджевого барахла, а на тему бей тауэр, пожалуйста, бей строение. Опа, комбинация, комбинация у нас работает, Нага плюс аппарат, то есть, связка на самом деле очень жестокая. Сюда еще взять какого-нибудь третьего героя, вот тот же Нюкс Ассасин, что он спирит любой плеймейкер, и по карте двигаться одному вообще опасно, потому что в любой момент тебя выходит иллюзия, тебя выходит какой-нибудь паренек копает, и ульта аппарата, иди сюда. А у нас помню еще тоже НИКС аппарат инвокер была, чудо-связка, умирали даже там морфы шестислотовые, потому что ты вроде бы стоишь там со своим эзерелом, пил, пил, пил. Перекачанный в ловкость. Перекачанный в ловкость. Перекачанный в ловкость, да, такой, нарезаешь, 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 и ты просто полсекунды так тебя и заморозили, и поджарили, и подкопали, и нарезали. Ты качаешься, что самое главное. Ну да, ты там качайся, не качайся, все равно толком ничего с тобой происходить хорошего не будет. И что у нас происходит? Мирана, та самая Мирана, которая на первом интернешнл собирала линкенсферу, и все, и все наши команды, и там, ну в общем, вся наша компания ее троллила по этому поводу, она продолжает собирать чудесные себе артефакты и паковаться в защиту. Хотя, ну, большая часть игроков у нас пакуется в дэмэш, да? Тут у нас байтит нас ларком, потому что в такой ситуации, когда он танкует в Рейс Кинг, танкует Дарксир, там иллюзии наги бегают, создают всю движуху, кстати, у наги травела, то в этот момент вам главное вписать огромное количество дэмэджа. Но, Мирана у нас не лыком шит, она делает линку, создает себе защиту, чтобы ее не убили, и я делаю ставку на то, что, когда все умрут, линка даже не сработает ни разу на ней, то есть, по-любому. Ну, обычно так и происходит у нас, происходит врыв, так попыточка номер два, ребят, нужно просто зайти и бить барак, не бегая никуда, не врываться, Винтер, как-то так, да. У нас, смотри, в какую защитную позицию они стали врывать. Ее, смотри, подставляется в Рейс Кинг, и сразу же ульт Нага Сирены, очень быстро, подрезают ворды, очень грамотно, все ставится стенка, стяжечка сейчас, наверное, будет, да, ульта аппарата залетает, под нее попадает, кстати, Сент Кинг, успевает раструситься, что немаловажно, да, погибает Нага Сирена, но нету больше ничего, Квапа потратила ульт, Шатушиман все потратил, Кентавр тоже все потратил, надо убегать. Да, размена однозначно в пользу Минески, Оранжи провязывали фактически все свои кулдауны, у них также выкупился Сларк, причем я не понимаю, зачем он вообще выкупился, он выкупился и думал, сейчас я как Нага быстренько в драку прибегу, но Сларку бежать вот отсюда, вот я даже покажу, вот так вот, да, а Наге буквально сделать два шага, и в итоге... Ну да, 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 вот так вот бежать по такому маршруту, это, конечно, серьезная заявочка. Да, и кстати, вот прошу обратить внимание, Сларк у нас купил себе блинкдаггер, вот с таким блинкдаггером, если Сларк будет не танковать, а ждать своей позиции, то он сможет на верочку любого героя в соло убивать, при этом наворовывая хорошее количество стаков. Ну и как это выглядит, вы прыгаете, под даркпактом вы набираете стаки, после этого жмете инвиз, потом проходит инвиз, вы опять жмете даркпакт, и если хотите, вы просто делаете блинкаут, то есть, связка действительно рабочая, она такая, одна из самых литов, на данный взгляд. Так, ну и Нага, конечно, все, Нага врубила режим. Нага спасает вообще всю катку для Минески, которую у нас блестяще отыграли в начале, вот теперь та самая ситуация, 4 плюс 1, бегают у нас 4 героя, хотя они не совсем кастеры, как бы, Миране нужны деньги, в Рейскингу, ну всем нужны деньги, даже в Дарксире нужны деньги для комбинации левел, ну а Нага пошла играть одна. Нага у нас играет одна, она у нас начинает спидпушить, и ее очень тяжело восстанавливать такими героями, потому что нету физ ДПС, да, есть у нас только Сларк, которые вообще отлетают уже от этих ульта аппарата. Да, и там сейчас очередной ульта аппарат, в этот раз на Рошанчика танковать теперь весьма проблематично, да, мы видим тут Сларк получает приз, сейчас бы башек какой-то отхватил, и Рошан мог бы с ним уже жить. Смотри, тут в инвизии, идут в инвизии, понимают, что у них нет Некробукова, и нету Центрик, и нету разных вещей, вот сейчас нужно подавить, пока у нас Рошан хиливается, нужно спамить, нужно спамить иллюзии вот сюда, да, и все замечательно, нужно убить еще и Центральный Тауэр. Оп-оп, Тауэр забрал. Так, там напали на Нагу Сирену, Сент Кинг, 3 секунды до Эпицентра. Угу. Я думаю, надо бежать, надо бежать, потому что очень тяжело здесь. Ну, вообще, да, там хорошо прыгает Шарки, хватает Нагу, Нагу очень быстро забирают, от того, что сейчас тут в Рейс Кинг затанкует, ничего не произойдет, потому что он, пока танковал, его команда благополучно свалила на базу, и все. И команда ему сказала, спасибо тебе, друг, брат Бориш, делай почаще так. Нельзя же мы тебя хикнули в Рейс Кинга. И пока, ты знаешь, у них преимущество усиливается. Убирает нас очередного Раша, на Кентауру уже умеет Форстауф, Пайп, блин, Даггер. Ну, вот, знаешь, такое ощущение, будто Нага видела, как на Наге играют, ну, вот, с минуты шестидесятой. Типа, она, короче, заходит, все разбегаются, она всех убивает. Но он не учел, что у него сейчас 1100 хп, типа, и, когда он заходит, его не так уж сильно боятся, потому что, травела, радианс, топорик и банка, хп особо не добавляют, я слышал. Вот сейчас Нага появится, мы реально у нее увидим, там, 1200 хп. причем без какого-либо, там, магического резиста, а бьют ее в основном магией, там, подкоп, скрим, там, прыжок, пуфик этот, да, Дарк Пакт, который, и все, вот сейчас 3, 2, 1. Я еще добавлю, что они... О, 1500. Я еще добавлю, то, что они очень осмелели, то есть, когда они еле-еле отбивались под своим тауэром, куча байбеков, там, уронж позиции, все дела, вместо этого, просто парни пошли забивать Рошана, и у нас пошли ребята, ну все, пошли их там, вжарим там, по-хорошему, ну и по итогу, там, атака, она изначально обречена на провал, и так пока делать нельзя, Минески, нужно еще где-то, знаешь так, в лучших традициях, врывается Раст, врывается на Нагу, влетает ультимейт аппарата, и бежать у нас, посмотри, делает третий ТП Акаша, при том, что ничего даже еще не произошло, никого не сцепили, и теперь Нага может насиловать своими иллюзиями троих, тут у нас собирается вся движуха, зачем-то аппараты в Рейс Кинг, они бегают с этой Нагой, вообще... Сисурики. Не совсем, да, адекватные результаты, вот пока Нага стоит одна, нужно идти и что-то делать, нужно сплитпушить, убить вот этот тавер, вот этот тавер, зафармить свои леса, но ребята стоят на месте, и... Мирана, что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать? О, стреляла! Это того стоило, да, чтобы стоять здесь где-то. Скайс убили, да? Просто в салат их убили. Тут говорят, у нас Скайс убили в салат, ну и, в общем-то, интересно уже, интересно, у нас он... Салат их убили типы, которые первым прыг из эфиров проиграли со счетом 3.22. Ага, нормально. Так, ну смотри, у нас сейчас неплохая вроде бы стяжка стенка и ульта аппарата более-менее качественная, но какой прокаст выдает Квапа? Это просто нечто. Умирают сразу же двое героев, там еще и Сын Кинг потрусил, и Нага Сирена. Нага танкует опять, в который раз. Идет просто в лоб, как будто она какой-то тайтхантер наперед. Ну, я понимаю, если бы у него была Тараска или хотя бы там просто бустер в Виталике, который в теории, она бы жила на 2 секунды дольше, но на практике мы видим, она заходит со своей Яшей, и радиансом, и бутылочкой, и действительно, он такой впитывает в себя дэмэдж. А дэмэдж это многое. Да, я бы еще раз повторился, то есть у нас ситуация довольно элементарная, да, как бы Оранжи лидируют, и они сильнее, да еще и в чистом бою, то есть Минески не так сильны, как мы видим, стенку ставить в чистом поле очень тяжело, и стой ты на базе, и защищай свою рамку, не надо тебе никуда идти, стойте на месте, чтобы выйти из своей шилы и жопы. И в итоге, ребята сами куда-то лезут, и в очередной раз погибают. То есть у меня ощущение, что при такой игре Наги не нужен был ни Радианс, ни Травела, ни Яша, ты просто пакуешь ей какую-нибудь ПТ, барабан, и сразу там, видишь, Тараску делаешь, и вот тогда она будет нормально заезжать, и... Вангуар там, как положено. Ну да, как делали в старые добрые времена. Ну и несмотря на то, что у нас идет огромное количество смертей, у нас у Минески пока что все хорошо, потому что с каждой секундой время работает на низ. Проказ Туоранж становится слабее, то есть Проказ Санкинга, Акаши и Кентавра он никак не растет, а у Минески скалируется все. Там прыжок под мы, ультимейт аппарата, стенка Дарксира, туда-сюда, ну и в целом такая замечательная ситуация. Ну вот, мне очень любопытно то, что... Обрати внимание. Да, я обратил внимание. Было пару драк на базе у противника, даже мой любимый рейнджовый барак стоит 1200-1200. Это как вообще? Трента вроде бы нету в команде у Минески. Я считаю, что если ты знаешь, если ты будешь писать книгу, то я уверен, она будет пользоваться популярностью вот в тех же азиатских школах, где преподают доту, потому что... Мне кажется, она откроет просто глаза новые реалии для многих коллективов. Потому что многие, возможно, знаешь, просто упутут врыв. Врываются у нас на драку, на гуязают сон, очень больно. Очень больно кому-то там. Ну, очень-очень, Врейскинга тут сильно пробивает, его пытаются освободить из плена вардов, но не получается это сделать. О, хорошо, клопатом задувает, прогоняет просто сейчас ребят. Но два БКБ прожали. Врейскинг сейчас погибает. Если сейчас пойдут его спасать, то сейчас погибнут все, а его пошли спасать. И, скорее всего, это минус команда Минески. Шадоу Шаман держит ногу, говорит, бейте ее, я ее схватил, все нормально, так и происходит. И два ББК опять. Сденки нету, кстати, у Дейса уже. Да, два ББК, но Наги у нас нету. Наги, насколько я знаю, кулдаун ББК, потому что она совсем недавно ее взяла, но у нас ребята отходят. Понимаем, что без муков они не сделают ничего, но и также без маны. Поэтому нужно отходить, посмотреть, кто из них спасает своего пацана. И зачем, зачем эти глупцы идут драться, ребята, с рампы сходить нельзя. У вас есть Нага, она может стоять на базе, послать иллюзии по всей карте и все. Она выигрывает драку, она выигрывает игру, пусть не сейчас, пусть через 10 минут, через 20, через 40, через 80. Но я бы в другом случае жаловался, типа, о, терпила и так далее. Но это было понятно, почему она терпила. То есть, а почему она сейчас так поступает? Ну, наверное, потому что она не терпила, я так смотрю. Логично. Я не могу с вами не согласиться. Паренёк у нас реально боевой, который идёт в атаку и наперёд. Вообще, я смотрю на этот пик, знаешь, когда вот вижу таких героев, у меня ощущение, что Минеский самый крутой, наверное, пикнуть какого-то Тайтхантера, кто там у нас ещё есть такие, знаешь, прокастеры жёсткие, которые прям вот, Веномансер. Энигма. Ну, да, вот Энигма, вот это вот всё-всё-всё, и просто вот вы бегаете вчетвером Дарксир и Нага. Вот тогда, я думаю, это будет замечательно. Но сейчас мы смотрим на этих героев, понимаем, что они не делают вообще ничего. То есть, Леорик у нас только впитывает, он даже толком стан не хочет давать, потому что понимает, что будет без маны бегать. У него, да, исходящих звонков от него нету, в принципе. Он там что-то стан дал в начале, и вот так вот, да-да-да-да. Так, ребятки, подналегли на милишный барак, на мой любимый. Да, Нага где у нас, Нага у нас кулдаун иллюзия, это очень важно, пока иллюзии нет, фактически невозможно драться, пускай это иллюзии, но... Слеп. Сейчас разбивают быстренько ворды, ворды, кстати, в это время почти сносят барак, сносят всё-таки барак они, да, это минус барак, окей, Сларк, БКБшечку прожал, не попал прыжочком, всякое бывает. Ну, а тут линию снесли, это самое главное. Пока там Сларк бегал, развлекал людей в своём БКБ, то лайнсы теряли полностью, минуски. И что могу сказать, тут у нас гонятся, гонятся за командой, но, ребят, уходить нельзя, потому что один барак, это ещё, ну, так себе история, когда у вас есть Нага, и самое главное, они начали бить бараки, перестав вообще куда-то врываться, ты просто поставил ворды, книжку и всё. А с другой стороны, погоди вы где, я тебе проведу, доведу мысль, а ты поймёшь или нет. Вне хайграунда, минуски были просто львы. Как только Нага дошла до того места, где надо драться... Да, то есть они вообще на дефенс не подошли. С точностью, да наоборот, всё происходит. То есть как только уже база прям горит, вот прям до последнего, всё, нет, мы... Вот, смотри, всё, побежали, бараки снесли на полную катушку. Ну, мы делаем не так. Ну, вообще ещё я могу сказать, у нас азиатская дота, она непредсказуемая и действительно удивительна, потому что в каждой игре нас команда удивляет своими решениями и действиями. То есть за таким действительно очень весело наблюдать. Вот мысль, которая была, да, что возможно, знаешь, некоторые команды вообще пропустили патч-но, что рейнджовый барак не регенс, и, наверное, процентов 50 команд вообще не знают, что он, типа, без регена. Ну, вот, я же говорю, у нас были матчи, например, ещё на Старладере, и бьют бараки рейнджовые только там Нави Альянс и те, которые играют, ну, и те, которые снизу, которые, ну, они, типа, потеют, там, читают все эти чинджлоги и так далее. Вот вся середина, там, фнатики вот такие, знаешь, ребята там, ну, кто ещё там, митхиумейкерс и так далее, подобного класса команды, они вообще плевать хотят. Они могут раз 8 зайти, убиться об этот милишный и в результате слить катку, как это зачастую и бывает. То есть я вот заметил, там, либо супертоповые коллективы, они зачастую, ну, не делают таких глупых ошибок, либо, наоборот, те коллективы, которые только начинают, ну, нормально играть, которые только ползут к вершине, которые как раз стараются не допускать ошибок. Ну, и видно, что всё-таки нужны какие-то анонсеры из этой сферы, или, знаешь, какой-то общий почтон, где ты будешь знать, вот, ну, особенности всех героев и всего остального, потому что, ну, как по мне, когда ты играешь на топ-уровне, то тебе это нужно делать, потому что это главный твой залог успеха. Каждый удар, да, как мы видели на пятом... Превосходство на всех уровнях. На третьем интернешнле, да, вот эти вот стороны, это, как показывал нам адмирал бульдог, каждый удар ценен, где он пилил эти рейнджовые бараки, там, наверное, минут 30 в итоге и допилил, то есть они очень важны. И сейчас у нас забирают Рошана. Вот хочется добавить, что пока забирают Рошану для минерских еще не все потеряно. Нага у нас фармит очень много, у нее 303 крипа, несмотря на то, что она бегала и танковала 4 раза, хотя ты бы стой сзади и не входи в драку. И вот теперь тонкий момент. Есть Тортир, а у Оранжи три миличника. Три миличника и Акаши, которые нужно драться вблизи. И вот хорошая стеночка один разок, вакуум, и все будет очень здорово, учитывая, что есть Нага, которая может помочь сном. То есть пока, на самом деле, перспективы очень отличные. Ну, в теории, да, если под этот вакуум еще залетит хорошая ульта от Эншента Парижна, нет, не залетит от него хорошая ульта. Тут рвается на аппарата, у нас даже Сларк, да, Сларк что-то Даркфакт не прожал перед тем, как нырять на аппарата. Он и ульту не прожал, то есть он не прожал вообще ничего и решил просить своего пацана. То есть так сыграл максимально сайфовый еще иметь этот Майгис. Мирана, кстати, прошу обратить внимание, что она собрала. То есть, Падма считает, что ее хотят убить. У нее паранойя какая-то развивается. Ну, в чем можно объяснить Линку, БКБ? Ну, можно еще, знаешь, монту собрать, чтобы ты еще там уворачивался от чего-то и будет вообще хорошо. То есть, у тебя не будет некого демджа, у тебя не будет вообще ничего. Вот я просто хочу, так вот, я, например, Бэтрайдера я не вижу у команды Орэндж. Бэйна я не вижу у команды Орэндж. Против кого и Линка, и БКБ, я пока что теряюсь в догадках. Я бы даже добавил, что вообще, если брать фу про каст Орэндж, это чисто АОЕ. То есть, тут Линка фактически вообще не спасает против этих АОЕ. Да, БКБ реально мог иметь место как артефакт. Полезная штука, там залетает, тебя где-то там даже боком зацепит, ты умрешь, потому что ты под матой мягкая. А, ну, Линкенсфера, которая стоит пять с половиной тысяч голды, извините меня. И дает тебе плюс пятнадцатая гилль. Ну, да, то есть, можно МКБ собрать на эти деньги и там уже хоть как-то тыкать. Там Дезолятор, что угодно, что действительно будет полезно. Ну, кстати, да, Дезолятор, учитывая, что у тебя в команде Нага и Дарксир, то это очень лютая комбинация. И то, и второе, и первое, и второе, оно носит очень много урона под этим, под этим минус армором. Ну, и начинается у нас кошки-мышки. Теперь Минески, они окончательно поняли, что все-таки они мышки, они кошки, которые вот набрасываются на свою жертву и начинают фармить. Нага у нас продолжает рисковать, фармит фактически свои леса, пока тут бегает вообще вся команда, он просто не обламывается. И бегает, что ее слишком много, а вось подумает, что тут тоже иллюзия. Нашли, нашли Кентавр. Смотри, смотри, разводит, разводит, нормасик. Тоже пойдет. Кентавр тоже что-то замешкался. Ну, и Нага у нас идет у нас байбеку, есть у нее уже байбек, очень скоро, возможно, будет Тараска. Если сейчас выиграют файты, нужна святочка. Очень тяжело зайти на хайгран, поскольку у нас Мага фактически вот всегда делает иллюзии, и одну иллюзию можно отправлять наверх. И фактически вот это преимущество верхнего тавра, оно сейчас не чувствуется. Плюс, тяжело инициировать, так как сон, он в любой ситуации контрит вашу, будь то ульт Санкинга, там или ульт Кентавра, очень тяжело что-то делать, поэтому самое четкое решение подойти, поставить ворды, покемоны и бить, и бить. Ну вот, смотри, забирают опять ворды, вот это наработанная тактика, скрипт такой, ульт проюзали, ворды, хорошо, тут прыгает Сларк, Санкинг, и просто минус 2, там в долю секунды, Дарксир вроде бы стенку поставил, иллюзии, кстати, там неплохо дамажит, но настоящий герой, я слышал, дамажит чуть больше, да, погибает у нас Дарксир, немного подвисает у меня Дота ТВ, надеюсь, это просто небольшой допровак, да, так и есть. Вот она линка, сработала, дорогимая, на дабл эйдшит Кентавра, вот это для чего нужна была. И байбек от Наги, нужно бежать на фонтан, тут очень больно шарки бежать, бежать всей команде, бежит Мирана, который готова наказывать, но у нее нет линьки, поэтому нельзя, братан, ни в том случае, идти драку, очень больно Наги, Нага в очередной раз танкует у нас, с пятерых героев, тут Мирана настреливает, думает, да убью, я хоть кого-то в этом мире, и вот линка, линкин, сфера, срабатывает, ну ура, но у нас база рассветлась, посмотри на Акашу, по-моему Акаша, она что-то представляет, да в этой игре, она понимает, что у нее есть танки, есть Кентавр, есть Слырк и в итоге надо мочить, она и мочит, она стоит со своим милниром и наваливает, 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 на Слырк, сейчасoleарк разыгрывает, наваливает, рейск кингу кентавр, отличный стан, и так под маленько как четко у нас играет мирана фактически не умирает в этой игре да потрясающий вообще айтем бил этим фильм назовем это так ладно потому что в ну блин у нее реально место вот этого всего могли быть полезно и у нее появился уже вроде бы майл штром то есть она вот дошла до кондиции сбора более-менее полезных артефактов но мне кажется поздно когда у тебя уже мега крипы собирать что-то толковое для ноги я думаю что вот по такой игре вот смотришь на пацана и понимаешь что вот ему нужен тайт хантер который будет идти вперед и ломать лицо потому что сейчас у нас парень танкует причем его присутствие драки вообще не обязательно поскольку умирает он за две секунды так хотя бы он может давать там радиан спускать новые люди кидать сеточку все хорошо и пока все хорошо правда несмотря на то что мега крипы у нас ребята сражаются врываются у нас кошка не делает вообще никакого урона и кентавр запиливать с руки а все убегает бежать сенткинг добега сенткинг он не теряет надежду уйти от иллюзии на госирены но надежда все-таки его покинула там под маткой стратегический леп влез леп 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 для того чтобы задать стрелу с фланга ну а там если чё уже мега крипы там уже горит база потихоньку там уже упала одна ты четыре вышка почти ее там катапульта достреливает тут сларк за собой по бегушке решил устроить каким помол лицо и гонит его дальше нога и дает какая надо какая она дикой про дерзкая дерзкая сразу в дот курепы как после меня крипов сразу в дотку поиграть решила ну вот когда ты смотришь это на такую ситуацию это в этот момент ты понимаешь ребята учитесь экономить свое время потому если вы будете вот так вот мы успели крепаем бороться когда уже ну мягко говоря шансов почти нет то вы будете изматывать сами себя то есть вы будете как груша который продолжает быть еще в ближайшие 5-10 минут хотя тут уже наверно лучше подумать посидеть понять что мы сделали не так может быть просмотреть реплеи использовать это время но пока о чем-то другом у нас думает менескин это же не знаю по всему да я действительно тоже не знаю на что они надеются там буквально пара хороших наплывов и скорее всего погибнет упадет трон но трон то еще не упал видимо так думают ребята из менески зашина сейчас наша нога затащит то у нас ведь в оба комбы как никак которые мы исполнили глядь посмотри на кашу акаша у нас купила санжи яшу время новых айтем билдов ну время развлечений и ну на самом деле акаша выглядит неплохо как дэмэдж дилер но не саша яша не мелнир ну мелнир да хорошо потому что там мы говорили есть и кентавр и этом санкин которые быстро врываются но вот какой-нибудь опять же monkey king бар на квопе выглядит весьма неплохо я вспоминаю этих лейтовых клопов там год вроде бы так играл там еще многие вообще людей играли вегасы помнить прыгающие учитывая что у тебя два потенциальных кэрри это мирана и на готовом будет работать вообще идеально один из лучших артефактов для интеллектуалов тут нас рвается на кентара посмотри мирана бьет кентару он его не пробивает рвается сплак начинает рука мирана очень больно у нас винтеру но еще больнее миране пробежать винтер бежит рвается акашу дает плещащий прокат отличный ультимейт от санкинга минус один минус два пути временем нас старается ногу бежать нога поет поет очень хорошо кентавр уходит и в рейс кинг думать что его кинули и это действительно так нога его кинула именно среки стала gg да ну что ж поздравляем команду оранж заслуженная победа действительно заслуженная победа ничего мне кажется играли очень красиво да действительно призовой фонд тем временем за эту ночь уже вырос еще на 100 тысяч долларов почти уже 96 тысяч сверху 5 миллионов о которых мы говорили в начале игрового дня тогда да то есть когда я помню многие думали что он даже за 4 миллиона переварит уже третий день уже скоро оранжевый барак придется рисовать я думаю готовьтесь свои новые пожелания что вы хотите иметь если будет 7 или 8 миллионов потому что это вполне реально что мы сможем до этой точки дайте да ну что ж друзья мы уходим с вами на небольшую рекламно-музыкальную паузу после которой мы с вами увидимся на матче arrow против mvp оба этих коллектива первые свои каточки выиграли не знаю по поводу вторых ну а мы увидимся с вами совсем скоро далеко не разбегайтесь легендарный за интернешнл приближается 11 лучших команд планеты в дисциплине дота 2 уже получили приглашение на турнир судьбу последних пяти путевок определит онлайн отборочный этап с участием 40 сильнейших команд америки европы китая и юго-восточной азии официальные стрим трансляции отборочного этапа ти айфо в регионе снг от студии star ladder и компании стартуют уже 12 мая только дота на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитика кто уже этим летом отправиться в сиэтл за миллионам долларов ищи ответ на ти по . star ladder.tv повторы всех игр смотри на youtube канале dota sltv